Как провести летние каникулы? Часть времени можно потратить на то, чтобы немного подзаработать. Для этого школьникам, которым уже исполнилось 14, достаточно взять паспорт и отправиться в центр занятости по месту жительства. Свыше 2000 подростков Белгородской области уже нашли себе работу таким способом. Всего этим летом планируется трудоустроить более 5000 школьников. На это из областного бюджета выделено 6,5 миллионов рублей. Как сообщили в региональном управлении по труду и занятости, в среднем старшеклассники тратят на подработку 3 недели за лето. Ребята участвуют в ремонте детских и спортивных площадок, выполняют подсобные работы на производственных предприятиях или, как например в Губкине, подключаются к благоустройству и озеленению территорий. О трудовых каникулах репортаж Екатерина Пресенко. Официальное трудоустройство, обширные базы данных и картотеки, дополнительная материальная поддержка из областного бюджета. Это плюсы трудоустройства через государственную службу занятости. Кроме того, гарантируется нормированный рабочий день и защищенность труда. Поэтому все больше школьников предпочитают искать подработку на каникулах с помощью услуг профессионалов. Так, к летнему сезону только в Губкинской службе занятости найдено 450 вакансий. И в первую неделю июня к своим обязанностям приступили уже 250 школьников в 14 организациях округа. Но нигде заработная плата не опускается ниже минимального размера оплаты труда. То есть минимальная у нас заработная плата – это 5 554 рубля. В строительных организациях, ландшафтного благоустройства Скороднянская заработная плата достигает где-то от 10 до 15 тысяч. Детки могут заработать за один месяц. Это ощутимо для кармана школьника. Кроме того, есть и приятный бонус, говорит один из наших героев – Дмитрий. Возможность почувствовать себя взрослым, самостоятельным, ощутить свою значимость. Пришел я первый раз, потому что потребовались деньги. Может быть, на что-то новое купить, может быть, оставить. Деньги ведь всегда пригодятся. И просто почему бы и нет. Еще и труд облагораживает. Так что только пользу в этом вижу. В местном зеленом хозяйстве рабочим рукам всегда рады. Вот здесь пригодились девочки-аккуратистки. Уже несколько дней они возвращают зеленый вид губкинским слонам. Только для средней скульптуры понадобится 16 тысяч ростков, которые надо вживить в каркас. Задача для усидчивых, таких как Нелли. Первый год работаю. Хотела заработать сама. Попробовать, как это, что это. Научился это все делать, сажать, траву дервать. И значит, ее лето не пройдет зря. Так же, как и сотен других губкинских ребят. Екатерина Пресенга, Сергей Кириченко. Новости Мира Белогорья.